Мир вам, сестры и братья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Идеальный муж в доме, а перед Богом священник. Да, муж в доме – это священник, человек, который стоит перед Богом и возносит молитвы за свою жену и детей, который знает все нужды семьи и, как сказано про священников, ибо, как сам он претерпел, быв искушен, то может искушаем им помочь. Муж в семье также переживает за все, что происходит с его женой и детьми. Как и наш Господь сейчас ходатайствует за нас, за свою церковь, перед Отцом Небесным. Так и муж стоит перед Богом в молитве и ходатайствует перед Богом за жену и детей. Муж перед Богом священник. Мужчина и муж. В чем разница между мужчиной и мужем? Муж много, а муж один. То есть, мужчина в отношениях с женщиной и состоящие в браке, строящие общую семью – это муж. Значит, мужчина, пока не в браке, он не муж. У него нет, и он не выполняет обязанности семейные. Но когда он женится, то к тому, что он мужчина, ему добавляется еще и семейное обязательство, что делает его мужем. Так вот, что говорит Писание для мужей? Не для мужчин, друзья, а именно для мужей. Откроем то, что написал апостол Павел в послании Ефесянам, 5 глава, стихи с 23 по 33. Ведь муж – глава своей жене. Как и Христос – глава и спаситель церкви, своего тела. И как церковь подчиняется Христу, так и жены должны во всем подчиняться своим мужьям. А вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее, чтобы сделать ее святой, чтобы очистить ее омовением в воде через слово, чтобы ему представить ее перед собой как славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, чтобы она была церковью святой и непорочной. Точно так и мужья должны любить своих жен, любить, как свои собственные тела. Тот, кто любит свою жену, любит и самого себя. Ведь нет такого человека, кто бы ненавидел свое тело. Каждый питает свое тело и заботится о нем. Так и Христос заботится о церкви, потому что мы члены его тела. Поэтому оставить человек отца и мать и соединиться со своей женой. Двое станут одним телом. Это великая тайна. Но я говорю сейчас в отношении Христа и церкви. А что касается вас, пусть каждый муж любит свою жену, как самого себя. И жена пусть боится своего мужа. Это послание Ефесяна, 5 глава, с 21 по 33 стих. Мы сейчас, друзья, много не будем говорить про семейные отношения. Мы поговорим о том, что идеальный муж в доме несет ответственность и приносит в свою семью, жену, детей перед Богом в молитве. Иногда встречаю такое. Когда говорю об обязанности молиться мужчину, то сразу получаю, а жена должна подчиняться. Друзья мои, да, это так. Но мы сейчас говорим про мужчин. И если мы посмотрим на это место из Писания, то здесь все начинается с мужа. Не так ли, друзья? Идеальный муж в доме, глава. Помните заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». И как апостол Павел скажем «Мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил свою церковь». «Муж, отдай самого себя за жену, чтобы сделать ее святой, чтобы очистить ее через слово, чтобы поставить ее перед Богом, как славную жену, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, чтобы она была женой святой и непорочной». Если не хотите, тогда не становитесь мужем. Но если вы в браке, то постарайтесь. Не обращайте внимания, послушание вашей жены или нет. Сначала исполните свои обязанности перед Богом, как мужа. Не обязательно всем на показ, ведь Бог Отец Небесный, видящий тайное, воздаст тебе явно. Нельзя не выполнить свои обязанности и в этом обвинять свою жену. Каждый из нас даст отчет за свои дела, друзья мои. И нельзя требовать от своей жены подчинения, когда сам не выполняешь свои обязанности перед Богом. Сначала поставим себя пред Богом правильно. Полюбите свою жену, как самого себя. И поверьте, жена сама смирится перед вами и с удовольствием. Хочу уточнить, не женщина, а женщина, которая взяла на себя обязательства перед Богом и вами быть вам женой. И тогда жена сама смирится перед вами и с удовольствием. Ведь муж – глава своей жене, как и Христос – глава и спаситель своей церкви, своего тела. Муж, ведь жена смотрит на тебя и пытается представить Иисуса и церковь, как она видит. Муж, Господь тоже смотрит на тебя, как ты показываешь своей жене взаимоотношения Христа и церкви. Что значит любить? Если возник вопрос, что значит любить свою жену, апостол Павел написал, как самого себя. И этого не знаешь, друг мой. Не расстраивайся, это нормально. Потому что в современном мире теряются рамки слова любви. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения Духа Святого, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.